Хочу рассказать о проблеме затыкания манка Timber Rattler, как я устраняю эту проблему. Бывают такие случаи, когда долго работаешь с манком Timber Rattler и у него набирается очень много влаги, слюны и он полностью затыкается. И бывает, что в ответственный момент, когда навитает утка и хочешь приманить утку этим манком, а он полностью заткнутый и тогда резко, когда в него дуешь, он быстро срывается, очень громкий, неестественный крик. Из-за чего пугается утка. Я вам расскажу, как я избегаю этого вредного звука. В этом просто нужно научиться один звук делать. Я его называю подкармливающий звук, это такой мягкий, когда утка кормится спокойно, это не кормежка. Когда утка кормится, она выдает такой мягенький звук. Я вам покажу его, как делать. Он сейчас как раз у меня, Timber Rattler, заткнулся, много слюны у него. Я сначала покажу, как я его строну, а потом расскажу, как этот звук извлекать. Вот полностью он заткнутый. Сейчас я попробую плавно, чтобы не громко. Вот если утка налетела, вы сразу, не надо в него сильно дуть, мягко, мягенько в него подуть. Вот видите, он стронулся, без всякого крика громкого. Все получилось нормально и уже манком можно работать. Уже можно делать осадку. Раньше я пробовал делать, срывать манок кормежкой. Кормежка тоже может иногда навредить, так как, когда в него дать хороший напор кормежке, он может тоже выдать такой звук неестественный и испугать утку. Если так мягко научиться делать, он более плавно срывается язычок от слюны и работает нормально, начинает работать нормальный манок. Так вот, что за звук? Звук этот простой, мягкий, сам манок мягкий и позволяет хорошо этот звук делать. Вот это такой звук вот. Вот, если это как бы кормежка, вот. Мона так же кормежку делает, но в основном все делают кормежку тык-тык-тык. Надо научиться, чтобы делать вот так. Если срывать, вы вдруг увидели утку, она налетает и вы сразу хотите, вы поняли, что манок заткнутый, вы сразу пробуйте этот звук, чтобы не напугать утку, чтобы громко не получилось. Просто вот такой вот этот звук делает. Звук естественный, утка его делает. Так что она и этот звук не должна испугаться. Я пробовал много раз, тоже затыкался, манок бывало, но когда этот звук сделаю, утка не пугается. Так вот, как этот звук извлекать? Во-первых, нужно научиться его правильно извлекать. Это нужно делать в манок. Такой звук вот мягкий, такой, ут-ву-т-ву-ть, ут-ву-ть-ву-ть. При этом старайтесь полностью, практически закрывать заднюю сторону манка. Немножко открывать, это как бы громче, более такой естественный звук. Не, не, хит-хит-хит, как мы делаем кряк. Вот когда заткнулся манок, вы сразу в него таким, ву-у-у-ть-ву-ть, но напористым, мелкими дозами впускаете воздух в манок. Потом вы чувствуете, что язычок отошел, и вы уже нормально начинаете крякать. Вот таким способом я извлекаю этот звук, и так я избегаю неестественного звука из манка. Ну, в принципе, все. Спасибо за внимание.